Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. У меня уже год как проблемы с чувствами, то ли после ковида, а последствия были что-то похожее на дереализацию. Советовался с неврологом, мне прописывали на трупы и слабый антидепрессант. Было легче, месяц назад у меня появилась девушка, снова почувствовала себя лучше, но спустя пару недель я опять перестал, видимо, чувствовать. Дело доходит до того, что я не могу описать, как моя девушка выглядит, да, то есть будто это всё сон. В глубине души она мне вроде нравится, но я опять стал хуже чувствовать что-либо. Поговорил с девушкой, она приняла меня и у неё такая же проблема, как любить, хочется любить или отпустить. Ну, я думаю, что речь, конечно, не про любить, в данном случае. Я не думаю, что речь идёт про то, что вы не умеете любить. Я думаю, что речь идёт в целом про ваше восприятие чувств и про ваше требование, как мне кажется, испытывать определённые чувства, то есть вот этот момент достаточно бросается в глаза, что вы требуете, требуете как будто бы от самого себя, да, чувствовать что-то вот такое определённое. То есть как бы вы себе говорите, вот я должен чувствовать вот что-то, ну вот должен я что-то чувствовать. Должен я это чувствовать именно так, а не иначе. И, соответственно, я какой-то не такой, что-то со мной не так и всё. И выходите из отношений. Так, по крайней мере, мне это видится. Ну, соответственно, здесь в нашем отношении, в нашем девушке, значит, оформленность, так скажем, вашей симпатии к ней, то есть, ну, вот, что вы складываете на симпатию, вот, ну, когда говорите, что симпатизируете девушку, вот, ну, что у вас есть. А, симпатия к ней, вот, и дальше уже можно будет на это опираться, вот. То есть на что я хочу обратить внимание? На то, что вопрос поставлен некорректно, вот. Некорректно поставлен вопрос. Вы говорите, что девушка сказала, что у неё те же проблемы с чувствами. Я бы хотел, конечно, как-то бы это немножко, чтобы вы раскрыли, потому что, честно говоря, не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря о том, что у неё такие же проблемы с чувствами, вот, просто это странно выглядит, вот, что у неё такие же трудности получаются, что и у вас, если я правильно понял. Вот, на мой взгляд, это нужно поисследовать, потому что там может быть достаточно важно. Девушка может также болеть, вот, а может в принципе вас поддерживать, вот. Вот, ну и в целом действительно есть такое ощущение, что вы боитесь вот своих чувств, есть ощущение, что боитесь вы. своих переживаний, вот, но это может быть мне в данном случае только кажется, может быть в данном случае это не так, может быть я не прав. Вот, но всё равно подтвердить это или опровергнуть это имеет смысл. Вот. Сейчас такой возможности, понятное дело, у нас нет, сейчас, сейчас, ну возможности сделать это у нас отсутствует и соответственно хочется для начала больше информации. больше информации о вас, больше информации о ваших отношениях с девушкой и так далее. Вот. Что было до того, как вы почувствовали это? Ну, было ли вам, так скажем, были ли у вас проблемы с девушкой и проблемы с своими чувствами? Вот, тогда, когда вот еще все было, ну, более-менее нормально, да? Вот. Были ли у вас сложности или не было сложности? И сложности появились только после, вот, условно говоря, условно говоря, ну, после ковида, да? Вот, то есть это, на мой взгляд, нужно, как бы, ну, исследовать. На мой взгляд, это нужно, вот, на мой взгляд, это нужно разбирать и прорабатывать. Вот. Вот. А, именно, вот, для того, чтобы вам лучше, а, ну, как бы, разбираться в себе. Вам, где-то на мой взгляд, это вам только, только, эм, спокойно. Вот. Ну, и в деле, конечно, эм, вам бы с девушкой прийти на парную терапию, да? То есть терапия для пар. Вот. Вот, где бы вы могли поисследовать свои проблемы и получить вот на друг, вдруг. А то сейчас получается довольно странная история, когда девушка вроде бы вас принимает, да? Ну, вот, как, ну, вот, как вы, сами сказали, что она вас принимает, а вы говорите, что, ну, снова, что я уйду, там, и так далее. То есть есть ощущение, что вы боитесь близости, боитесь близких отношений. Вот, у вас, эм, могут быть основания для этого, для того, чтобы бояться близких отношений. Вот, но, эм, то дело не в том, что вы боитесь, а в том, чтобы замечать именно, вот, именно заметить то, что вы боитесь, и обратиться именно со страхом, вот, а не убегать от своих, ну, переживания, своих чувств и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!